друзья всем привет в этом видео я покажу как прокачать свой пока x3 nfc защитить дисплей а также модульный блок с камерами модульный блок камер на телефоне пока x3 хорошенько выступает но производитель хорошо об этом позаботился и в комплект положил силиконовый чехол у которого есть бортик таким образом происходит защита модульного блока камер со всех краев но я еще решил позаботиться о поверхности модульного блока чтобы стекло не царапалось наклеить сюда защитную пленку и заказал себе на алиэкспресс защитную пленку стоимость ее составляет 1 доллар как обычно ссылки на продавца вы найдете в описании под этим видео сейчас мы сделаем распаковку и наклеим на пакете надпись пока x3 далее у меня идет два комплекта сухих и влажных салфеток и тут еще идет стекло почему потому что я заказал комплект получается защитная пленка для камеры стоит 1 доллар а если взять комплектом со стеклом то получается полтора доллара я решил взять полностью комплект чтобы у меня было как запасное стекло самое обычное недорогое стекло с алиэкспресс у которого тонкие рамки и есть отверстие для фронтальной камеры если мы примерим вот таким вот образом это все будет смотреться по краям есть закругление у этого стекла но друзья это у меня будет стекло как резервная почему потому что я заказал себе как основное стекло, вот такое, от компании Ринбо, тоже на Алиэкспресс. Это стекло, конечно, стоит дороже 2,7 долларов, но у него идёт 6D закругление краёв, при помощи чего будет удобно пользоваться жестами, а также есть олеофобное покрытие. И мне нравится, как наклеивается это стекло, и по практичности тоже я этим стеклом доволен, и последнее время на свои телефоны Xiaomi клею такие вот стёкла. Далее мы это стекло тоже сейчас наклеим, поэтому, кому интересно, не переключайтесь. Итак, приступим к наклейке плёнки на камеру Poco X3. Вот таким образом выглядит эта защитная плёнка, вверху слева мы видим отверстие под вспышку. Итак, мне понадобится одна сухая и одна влажная салфетки. Беру, тщательно протираю влажной салфеткой, тщательно очищаю поверхность, после чего беру сухую салфетку и тоже тщательно протираю, и очень внимательно, чтобы не осталось никаких пылинок и соринок. Теперь достаю саму защитную плёнку. Тут необходимо аккуратно, чтобы снизу не дотрагиваться пальцами, так как в области, где вы прикоснётесь, может плохо проклеиться. То есть я беру вот таким вот образом по краям слева и справа аккуратно, не касаясь внизу липкой части, позиционирую, после чего делаю наклейку и разглаживаю за воздушенности к краям. Вот таким вот образом идеально у меня получилось наклеить. Как мы видим, слева, справа, сверху и снизу идут небольшие отступы. Имейте в виду, покрывается не полностью вся поверхность модульного блока. Вот таким вот образом за недорого защитил поверхность камеры. Эта наклейка у меня будет как расходник, в будущем она будет царапаться, её можно отклеить, наклеить новую. Ещё, друзья, на Алиэкспресс нашёл такой интересный чехол от компании Нилкин, где модульный блок камеры можно закрывать вот таким вот слайдером. Когда приедет этот интересный чехол, на канале, конечно же, выйдет обзор. Поэтому, кто не подписан, рекомендую подписаться, если вам это интересно. Ссылку на этот чехол я тоже оставлю в описании под видео. Ну а теперь было бы неплохо спереди наклеить защитное стекло, чтобы защитить экран. Как я и говорил, буду клеить как основное стекло от компании Ринбо. На упаковке написано Poco X3 K30. Получается, это стекло совместимо с двумя моделями, видимо. Что могу отметить по этому стеклу? 9H прочность этого стекла, 6D закругление краёв, олеофобное покрытие и прозрачность стекла меня тоже вполне устраивает. Нет отверстия под фронтальную камеру, то есть у вас не будет здесь такой выемки, всё идёт сплошное. Сейчас мы его наклеим и посмотрим, что у меня получится. Как обычно, понадобится сухая влажная салфетка. Очень важный момент, не забываем отклеивать защитную плёнку, которая идёт с завода на Poco X3, чтобы сверху не наклеить это стекло. Телефон желательно выключить, чтобы не отвлекаться на него. Ох, как хорошо она наклеена, сейчас отклею. Плёнка, которая была наклеена с завода, могу отметить, что достаточно плотная. Беру влажную салфетку и тщательно протираю. После чего беру сухую салфетку и тщательно протираю. Далее беру защитное стекло и отклеиваю нижнюю часть. Позиционирую слева, справа, вверху, снизу. По углам смотрю, чтобы всё было ровно. Так, хорошо спозиционировал, отпустил. И у меня вот заполнение уже само пошло. И беру аккуратно краям, разглаживаю за воздушности. Вот таким вот образом. Я это делаю ракелем, так более удобно. Итак, вот результат, как у меня получилось наклеить. Что радует, что нет отверстия под камеру. То есть здесь нет такого перепада в самом стекле. Как я и говорил, 6D закругление. При помощи этого удобно управлять жестами. Прозрачность этого стекла мне тоже нравится. Единственное, справа внизу мы видим небольшую непроклейку. Почему? Потому что у меня там была небольшая ворсинка. И я пытался немного приподнять стекло, чтобы убрать эту ворсинку. Возможно, это не проклейка, а через пару дней пропадёт. А может быть и нет. Поэтому лучше, когда клеите стекло, сразу проверять, чтобы не оставалось никаких ворсинок, чтобы не делать никакие потом движения. Проверяем 10 касаний с 10 работает. Так, и проверяем датчики приближения. Не перекрываются. В этом плане тоже всё окей. У этого стекла идут такие чёрные тонкие рамки. Покрытие площадью дисплея идёт хорошее, но, конечно же, не полностью. Почему? Потому что идёт 2,5D закругление самого дисплея. И это стекло примерно покрывает поверхность до закруглений самого дисплея. Ну а если мы оденем фирменный силиконовый чехол, который шёл в комплекте, то стеклу этот чехол не мешает. В этом плане всё окей. И есть аляфобное покрытие. Не скажу, что оно прям там идеальное, но лучше, чем на обычных дешёвых стёклах. На чём это будет отражаться? Меньше будет отпечатков оставаться на этом стекле. Приятнее играть в игры, пользоваться интерфейсом. Более удобно при помощи того, что палец лучше скользит. Но отмечу, что это аляфобное покрытие не нужно сравнивать со стёклами за 10 долларов. Там, где аляфобное покрытие, конечно, будет лучше. Это же стекло, если учитывать, что оно стоит 2,7 долларов, то за свою цену аляфобное покрытие у него вполне даже хорошее. Как обычно, все полезные ссылки я оставлю в описании под этим видео. Если видео было полезно, не забудьте поддержать видео лайком. Всем пока!